Всем здорова! Сегодня будет красненький гайдик по зданиям в игре Infinity Lagrange. Сейчас недавно поменялось меню строительства, немножко может быть стало менее понятней, как это все выглядит, поэтому попытаюсь разъяснить, что лучше строить и как. Смотрите, приоритет у вас всегда должен оставаться на строительство апа зоны, то есть старайтесь как можно быстрее открывать новые вот эти вот зоны расширения, они вам дадут больше возможностей, во-первых имеются бонусы к защите базы, очки здоровья, также противокосмолетные, противокорабельная защита и второе важное, что дает база при апдейте зоны, это количество операций, которые вы можете вот этих кружков создавать за один раз, грубо говоря. Вот, это у вас приоритете должно быть, потом смотрите, чтобы пропать эти зоны, вам нужно построить некоторые здания, здания подписаны вот такими вот метками, непонятно как они сделаны, здесь они убрали, в подписи, но вам нужно строить здания, которые имеют зеленые, получается, такие вот улучшения, да, чтобы пройти в следующий, в следующий, в следующую зону, да, можно было ее построить. Также есть дополнительные здания, которые требуются для прохождения в следующую зону, они тоже отмечены, получается, таким песочным цветом, и они тоже нужны для строительства, для строительства, чтобы открыть новую зону. Соответственно, приоритет у вас делается на эти здания, в момент открытия зоны, чем больше зона, тем дольше она открывается, вы ускорить открытие зоны новой, новой никак постройки, не можете, поэтому стоит распределить время по улучшению ваших строений, не забывать на вот эти вот зоны, то есть, в начале это там 40 минут, сколько часов, последняя зона вообще 40 часов открывается. То есть, здесь что-то в районе 18, здесь, по-моему, 30, там, 12, 10, 5, 6, где-то так, плюс-минус, поэтому, чем больше зона, тем дольше она будет вам строиться. В момент этой постройки можно строить другие здания, на данный момент в этом обновлении время зданий постройки увеличено, поэтому, более-менее сейчас равномерно все строится, и вам придется подождать, развитие происходит дольше, подождать строительства каких-то зданий, но, опять же, в приоритете строим здания, которые вот имеют такие пометки, они вам позволят, тут сказано, какой уровень нужен, то есть, общий порт, третий уровень нужен, например, чтобы и пятый, и четвертый уровень склада, чтобы пройти в следующую зону. Также вам нужно построить вот здесь верх четвертого уровня для кораблей. Выполнив эти условия, мы можем открыть новую зону. Следующее, что вам нужно обращать внимание, после того, как вы, например, у вас есть время для развития, либо вам каких-то моментов не хватает, это в первую очередь идет док под названием, сейчас скажу, как он там называется, так, не общий порт, а тут перенесли, а порт ресурсов, вот-вот-вот. То есть, на каких-то зонах он есть, и в первую очередь вам нужно строить, если в этой зоне есть порт ресурсов, ну, по-моему, первый встречающийся порт ресурсов, это только в шестой зоне, на него стоит обратить внимание тоже в первую очередь, после апдейта шестой зоны, поскольку вам даст увеличение промышленных очков порта, то есть вы можете построить больше, или, например, лучше корабли служебные, которые добывают вам ресурсы. То есть, сначала быстрее и больше вы добываете ресурсов, тем быстрее вы можете развиваться. Помимо портов ресурсов, также нам нужно верфи для производства вот этих вот кораблей, служебных, то есть у нас есть верфи в производство больших служебных кораблей, ну, здесь неверно сказано, здесь средние корабли производятся, поэтому тоже не забываем хотя бы первый уровень построить, чтобы можно было производить, уже пересаживаться, получается, в четвертой зоне с малых служебных кораблей на средние. Ну, и также это относится, например, к седьмой зоне, то есть у нас порт ресурсов, в первую очередь, АПМ, и также относится к восьмой зоне, у нас есть верфи для служебной платформы, но это тоже неправильно переведено, здесь служебные корабли большие можно строить, тоже хотя бы первый уровень строим, и начинаем переходить на большие корабли уже с восьмой зоны, и также касательно девятой зоны, первое, что вам нужно, это, конечно же, порт ресурсов АПМ. Это все делаем в баланс между ищем АПМ зданий, которые необходимы для улучшения вашей зоны, и, соответственно, добычи ресурсов. Ну, наверное, 50 на 50, да, то есть по приоритету у вас там есть, получается, две зоны, где вы можете строить, две очереди строительства. По ресурсам вы, соответственно, смотрите сами, но, опять же говорю, чем быстрее вы будете развивать ваши очки для и корабли для сбора, тем, соответственно, быстрее вы будете развиваться, поэтому это тоже важно. И, соответственно, есть другие здания, которые приносят нам различные бонусы, наверное, третьи по степени важности АПМ ваших строений, это так называемые специальные модули, комбинаты, например, малый комбинат, жилой модуль, который вам дает дополнительно пассивный доход в виде ЮИ-коинов, и также, например, металла, кристалла и дейтери. Это тоже достаточно... Он, конечно, носит небольшой характер в плане добычи в общей массе, то есть рабочим вы всегда будете больше добывать, но если все это сложить, то на начальном этапе игры это достаточно помогает существенно, плюс, опять же, можно покупать из торговых пунктов какие-то коробочки, именно прямо вот в первые, наверное, 4-5-6 уровней зоны расширения, это достаточно существенно вас будет двигать в развитии, поэтому тоже не забываем вот эти вот строить здания. Ну и дальше у нас идет, смотрите, строительство кораблей, если у вас открываются какие-то чертежи, у вас появляются корабли, то есть сначала идут на первой зоне это фрегаты, на какой-то там, на третьей зоне эсминцы появляются, то есть можно хотя бы первый уровень построить, и дальше уже идут у нас крейсера, космолеты и прочая техника. Тут тоже надо потихонечку развивать, то есть когда вы переходите из зоны, допустим, в 3, в зону в 4, там на сколько это развивается, допустим, 10 часов возьмем, я сейчас не помню сколько уже, у вас есть время, вы можете заняться строительством как в третьей зоне, всяких объектов, так и предыдущие зоны, которые вам, вы не достроили, вы топите, грубо говоря, для открытия других зон. Соответственно, тут тоже выбираем первый порядок, это те строения, которые нам приносят бонусы, может быть, вам потребуется построить общий порт для командных очков, потому что он также и промышленные очки дает на начальных этапах, вот этот общий порт, то есть получается общий порт до четвертого уровня, вам также приносят и командные промышленные очки, поэтому, в принципе, важно, наверное, развивать равномерно более-менее до четвертого сектора, то есть построить эти все здания, возможно, только если вам не требуются какие-то улучшения веры для фрегатов, то есть можно пропустить первые уровни, построить там какие-то эсминцы, если вам не нужна прям большая зона, можно вот скорость вот эту опустить, их попозже построить, то есть четвертая зона, строимся максимально, пятая, шестая же выбираем приоритеты на военный порт, также здесь есть дополнительные здания, которые вам дают бонусы, которые также тоже не надо забывать строить, торговый центр, вы можете обменивать ресурсами, центр подкрепления позволяет усиливать флоты союзников, ну, то есть, как бы, тоже надо не забывать такие здания строить, аванпосты у вас начинаться, будет четвертая зона, это нужно для переезда, например, и на пятой зоне командный центр противокосмической обороны, тоже у вас, получается, операции по защите, блокада и охрана, тоже надо не забывать эти здания строить, центр добычи, это у нас, получается, базы, они пока не очень актуальны, хотя у вас вот на шестой зоне появляется уже, ну, много достаточно рабочих, и, возможно, потребуется экономия очков операции, то есть, стоит задуматься, хотя бы до первого, до второго уровня скачать, и дальше уже у нас идут апдейт ресурсов, как я говорю, в первую очередь, потом верфи строим, у вас уже, наверное, с четежей появятся какие-то крейсера, какие-то, может быть, другие типы кораблей, и потихонечку, третий, четвертый тип, это у нас, получается, обслуживание, в принципе, какие-то модули для ускорения производства кораблей, тоже можно же в четвертую очередь апать, если вам прям не принципиально, главное, вот, про апать некоторые вот эти вот здания дополнительные, которые уже вам бонус, допустим, дают, допустим, военный порт, у вас много чертежей, вы можете создавать уже, помимо одного флота, там, два флота уже делать на седьмом, восьмом уровне, и вам, возможно, потребуются очки, ну, и плюс, опять же, нам все равно нужно, как мы видим, с седьмой зоны на восьмую, например, чтобы попасть, прапать вот эти вот два, до пятого уровня, два здания, поэтому, смотрите, я лично, у меня не было линейных крейсеров, я, например, вот эти вот два пункта вообще не строил, то есть, как бы, я пропустил вот эти вот моменты, на седьмой зоне построил вот это, и просто сразу убежал в восьмую зону строить, то есть, как бы, смотрите, если у вас нету каких-то кораблей, чертежей сейчас, либо они не актуальны, в первую очередь, может быть, стоит топить в зону, потом топить добывающие какие-то, жилой модуль, там, достраивать какие-то заводы, я не знаю, может быть, склад уже у вас потребуется место, опять же, здесь, например, завода по выводке Дейтерия, это такой, ну, третий порт, третий, получается, по степени важности, и четвертая степень важности, это все остальное достраиваем, то есть, верфи достраиваем, достраиваем ангары, там, какие-нибудь, я не знаю, склады тоже вам в большом количестве не потребуется в первое время, такого типа момента, вот, ну, еще раз подводим итоги, в первую очередь мы топим за открытие зон, чтобы открыть зону, нам нужно построить определенный грейд, который здесь указан, этих зданий, здесь и здесь, чтобы открыть эту зону, второе, это строим общий порт, и, также порт для ресурсов, на поздней стадии, и не забываем строить какие-то, получается, нужные нам в приоритете, допустим, для строителей фрегатов, эсминцев и других кораблей, потом, получается, третья часть, это всякие комбинаты, которые на вас увеличивают пассивный доход, и прочую ерунду, также не забываем ставить вот эти вот минимальные уровни зданий, там, торговый центр открывать, подкрепление, ванпостов и прочее, ну, и на четвертую, пятую элементы, это уже идет у нас, верфи у нас обновляем, то есть, чтобы быстрее корабли строились, быстрее ремонтировались, ремонтный док у нас есть, например, хранилища сборных и модулей, и прочие там склады, и прочие вещи, там, ангар космолетов, которые нам, в принципе, новые, в данный момент, в приоритете не нужны, по такому принципу, стоит развиваться, чем быстрее, опять же, вы будете развиваться, тем больше возможностей у вас будет, для фарма, для, там, постройки кораблей, для прокачки, и прочих вещей, как-то так, если у вас остаются вопросы, касательно, начального типа строительства, задавайте в комментариях, и я вам на них, постараюсь ответить, всем спасибо за просмотр, надеюсь, данный гадик был интересен, и увидимся позднее, пока-пока, пока-пока-пока.